И всем привет, с вами снова я, Аромастик, и как вы видите, сегодня я буду продолжать снимать видео о красном камне. Мы продолжаем самые основы, и в прошлом видео я не сказал еще одно свойство повторителя. Но есть такое замечательное свойство, как блокировка, то есть его можно заблокировать только таким же повторителем, так сказать. То есть когда мы подключаем к нему повторитель сбоку, то он блокируется. То есть вот этот факел заменяется бдроком что ли, и он удерживает сигнал тот, который был на входе. То есть вот, все, можем не подавать сигнал, но он все равно будет там. Так, задержка тут допустим, да, и отломаем, он задержка выбирается. Не подаем, к примеру, сигнал вот так, и тут подается сигнал, он не пропускает. Это тоже очень важная вещь. Я думаю, обо всяких контейнерах рассказывать не надо, но я расскажу, пожалуй, только о некоторых вещах. Ну, которые были добавлены не так уж давно. Ну, для того, чтобы мне говорили некоторые люди, что они, ну, как бы это сказать, не понимают, что это и зачем это. Так, думаю, все, да. Первое, это выбрасыватель. Он отличается очень сильно от раздачика, точнее, не очень сильно, а очень слабо, так скажем. А, к примеру, давайте возьмем старелы, да. Я думаю, все знают, что делает со старелами раздачика. Давайте их положим и выбрасывать. А, так. Ну, я построил такую небольшую штучку. Многие знают, что это такое. Это вещь. Это вещь. А, это такая вещица, которая подает очень быстрый сигнал. Вот так вот скажем. А, раздачика, как вы видите, использует большинство элементов, которые может сходить. А, выбрасыватель их только выбрасывает. То есть, наш... Наш раздачик будет все пытаться использовать. Блоки он, к примеру, поставить не может. А, выбрасыватель он будет выбрасывать. То есть, вы все видели, да. Хоп. Пылесосим. А, вот это самое обычное. Такая вещь. Если хотите, вы вам запомните, как видите. Так. Следующая вещица, это вот такая вот воронка. Многие не знают, зачем она. Да, действительно воронка. В нее складываются ресурсы. Если кто-то не знает, как поставить воронку, не заходя в нее. Ой, блин. Вот так вот, да, к примеру. Это надо зажать shift. Вот, и все. А, то есть, мы положим, к примеру, кактус сюда, он отсюда подключен к этой воронке. Кактус идет сюда, кактус идет сюда, и кактус идет сюда. В конце можно поставить сундук, и в него будет складываться. А, также, если вот тут, к примеру, сундук поставить, не важно, какой... Не важно, что у меня такой сундук. Так, положу я здесь стрел, вот, 10. И все, вот, передаются эти стрелы, вот они, и вот они. Удобнее всего показывать на таком сундуке, так сказать. А потому что, вот смотрите, вот, видите, сигнал подается, когда мы смотрим. Сигнал подается слабый, если еще кто-нибудь посмотрит, тогда сигнал усилится. Так. А, я вот так оставлю. Ну, и вот, покажу, что в сундук сложится сейчас. Так, вот, положил три. Так. Ага. Вот все три кактуса. А, теперь поговорим о вот этом самом сундуке. Давайте-ка я вот так взяла. Вот тут можете заметить, такая вещь из красной. Ее вроде бы нет, да, в обычном сундуке. Да, вот, видите, нет. Если... Ну, многие могли заметить. Давайте время дима поставим. Теперь, ааа, вот этих вот, на суммных плитах. Что же они все-таки делают? Если мы нажмем на... Ну, так сказать, наступим на них, ну, ничегошеньки не произойдет. И давайте поставим такую небольшую вещь, которая поможет нам понять. А, ну, вообще, они обе нажимаются предметами и только предметами. Как видите, с собой идет слабый сигнал. Их можно использовать чисто для того, чтобы эти... Ну, чисто для того, чтобы понять, что это именно предмет, а не игрок, сюда встали. И давайте я вам покажу это. Что это я вам покажу? Я вам покажу, почему они отличаются. Кто-то подумал бы, нет, это они цветом отличаются. Отличаются. А тут, видите, вот золотая написана light, то есть легкая. А тут написано heavy на железной, то есть тяжелая. Она утяжелена. То есть, ну, вот, давайте, каменных блоков, да. Возьму два стака. Сюда стак. Сюда стак. Подключаем. Ну, давайте, кенератор тоже сделаю вот этих вот, быстренький такой. Так. Вот. 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 И вот. Следующие. Факел. Факел. Конечно, я мог бы и к одному месту все подключить, но... Да, уж, лучше было все-таки к одному. Или вот так сделать. Там фигню я занимаюсь, ну ладно. Так. Как вы видите, золотая, она легче. Из нее уже вон какой сильный сигнал идет. А тут только второй начался. Уже почти весь стак, тут только второй сигнал идет. Обломаем их. А тут уже вон сильный сигнал. В общем, вы поняли. Подключись. Ага. Можно я вот так вот. Так. Тут все ясно. Далее. Датчик дневного света. Он подает сигнал, который зависит от положения солнца. Сейчас у нас почти полдень. И вот сигнал такой сильный. Уже почти до сюда доходит. Давайте добавим еще времени. Ой, какой идея есть там. Что, давайте, что. По 100 подобавляем. И вот уже сигнал сильнее. Ой, я уж че-то. Так. Вот видите, уже стабил. Вот это максимальная метка. Так же есть такой генератор, который, ну, как сказать. А, сенсор. Это же сенсор был сейчас. То есть, это сейчас мы сделаем точно то же самое. Но. Как я вам говорил, компаратор, он может вытаскивать сигнал, так сказать. То есть, тут вот это получится точно то же самое, что и там. Но. Если мы это все накроем. Конечно, вы скажете, так че там. Накрылась, да. Все, сигнал не должен подаваться. Но нет. Это фигня, она понимает. Фигня, извиняюсь. Это не фигня. Она накрытая. И из-за этого она как бы до солнца не достает. А теперь она связана с луной. То есть, наберем тайм сет. Ну, 20 тысяч, чтобы была прям вообще ночь. Вот, видите, сет на луну реагирует. То есть, положение луны смотрит. Вон у нас же закат, так сказать, луны. А сейчас вот на этом блоке, да. Тайм, это пять сотен. Хоп. Уменьшается, уменьшается, уменьшается. И все. Сигнал нигде, да, не поддается у нас. Увеличим. Тут начинает. Больше, больше, больше. Все. Ну, я, кажется, объяснил это. Для начала этого хватит. А, да, еще один блок. Сейчас, что он, блок. Он, этот, считай, обычный факел. Может считать. Но, он отличается только одной вещью. Я, может, передвигать позже. Ой. Вот. То есть, а, да, я же показываю, чем он отличается. Вот, видите. Это хорошо использовать даже в некоторых схемах. Ну, вот. Пожалуй, пока что этого хватит. И... Я думаю, самое основное я рассказал. И... Уже потихоньку можно будет приступать к механизму. Нормально. Для начала я вам покажу с липкими поршнями немножко. Ну, и всякие двери. И... Там уже посмотрим что-нибудь еще. И буду приступать к чему-нибудь. К классному, так сказать. И... Всем пока. Спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии. И... Все, что... Еще можно. Подписывайтесь. И... С вами был Aromastic. Пока. Пока.